Приветствую вас. Я бы сказал, что даже по вашему тексту, на мой взгляд, слышится определенное напряжение, некая такая надужность, вымеченность, вот. И я, конечно, сейчас нахожусь только в предположениях, но мне кажется, что вы не ведете себя естественно в отношениях. Мне кажется, что по большому счету, в большей части времени вы ведете себя в отношениях, стараясь быть кем-то, но не являясь сам собой, самой собой. Что, вероятнее всего, чувствуется человеком, чувствуется мишин, и это его атака. Собственно говоря, есть прямая связь между тем, что вы хотите построить надежные отношения, хорошие. Почему? Ну, в первую очередь, здесь очень наглядно прослеживаются ваши собственные желания, то, чего вы хотите сами. Это неплохо, то, чего вы хотите сами. Это неплохо. Но то, что вы хотите в данном случае, ставится в некую такую зависимость, что ли, от партнера. Ну, то есть, вам, например, хочется надежности, хочется защищенности, но это ставится в зависимости от вашего романтического партнера. При том, что ресурс для того, чтобы, грубо говоря, чувствовать надежность у вас есть внутри вас, у вас самой. Просто сейчас вы этого не слышите и не видите. Вместе с тем, я легко могу представить вас, женщины, которая хочет поступать правильно в отношениях с мужчиной. Женщина, которая хочет, в кавычках, сохранить лицо. Вот. Ну, вместе с тем, женщина, которая себя недооценивает, женщина, которая в себе сомневается. Женщина, которая не получает наслаждение, смотря на себя в зеркало. И мне кажется, что задача психотерапевта как раз в том заключается, чтобы помочь вам начать кайфовать от того, что вы видите в зеркале. Начать получать наслаждение от того, что вы видите в зеркале. Ну, вот. В какой-то степени может быть даже нарциссическая. Хотя, я думаю, что нарцисс не получает удовольствие от себя, потому что себя обесценивают. Вот. Очень сильно чувствуется, что вы себя недооцениваете. Очень сильно чувствуется, что вы себя принижаете, что ли. Ну, вот, что называется, скептически к себе относитесь. Вот. Вот. И я не думаю, что это для вас полезно. Я не думаю. Так? Я не думаю. Вот. Вот. Поэтому, да, безусловно, какие-то вещи вы делаете деструктивные. Ну, например, как вы выбираете мужчину? Ну, вот вы говорите, что я познакомился с мужчиной и так далее. А как вы познакомились? По поводу чего вы познакомились? Познакомились. Что вас объединяет, что вас связывает, это очень важно. Потому что многие люди, мужчины, женщины, строят отношения только ради вокруг самих отношений. Они не строят отношения вокруг интересов, вокруг увлечений, вокруг каких-то занятий, хобби. Может быть, даже работаешь, что умение желательно, но возможно. Нет. Люди строят отношения вокруг отношений. И это тоже можно было бы сделать, то есть строить отношения вокруг отношений, если бы люди знали, как это делать. Потому что, к сожалению, на бытовом уровне, человек не знает, как устраивать отношения, значит, вокруг отношений. Поэтому легче строить отношения вокруг чего-то. Ну, и это тоже сложно. Ну, это довольно редко. Поэтому, но что я хотел бы обратить ваше внимание, это на чувство защищенности, на чувство уверенности в себе, присутствует ли оно в вас. Если нет, то с этим нужно работать. И второе, это насколько вам интересна ваша жизнь и насколько вы экстраболируете этот интерес на окружающих людей. Потому что, если этого не происходит, то и будут появляться проблемы, ну, между вами и людьми. Ну, в частности, вот между мужчинами, между вами и мужчинами, например, уже появляются. Что хочу сказать несколько отдельно. То, что это у вас не первый случай. Прерывание контакта, соответственно, скорее всего имеет место системное, то есть повторяющееся поведение. Вот. И, соответственно, раз это не случайно, значит, это будет повторяться до сих пор, пока вы не измените свое поведение. Вот что менять и как менять, это вы сможете понять только на беседе со специалистом, который поможет вам посмотреть на себя со стороны. По-другому, системное поведение или, как его называют, сценарное поведение не меняется. Это либо транзактный аналитик, транзакционный аналитик, либо это любой другой принцип специалист. А то есть, тут все зависит от, наверное, ваших предпочтений, какие, ну, как вам нравится, то есть, какое, какая форма психотерапии вам больше понравится. Вот. Ну, тем не менее, это однозначно решается только таким способом. Это все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...